Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Бонжур, хеллоу, шалом! Так, хорошо. Значит, мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору, конкретно изучаем, как, что можно, что нельзя говорить, законы, злоязычия, сплетен и все, что вокруг этого. И повелевающие заповеди с Торой, как их выполнять, то, что актуально в наше время. Если успеваем, в каждом уроке есть еще рассказ о великих праведниках, которые жили Торой, да, то есть это как живая Тора. И, значит, если мы не успеваем, то я вам советую очень переходить по ссылочке и смотреть и читать этот рассказик на сайте vaikra.com. Это очень удобно. Кроме этого, обратите внимание, подпишитесь на наш телеграм-канал, очень важный на телеграм-канал. Вот Гриша Цибульский его ведет, и он сейчас делает там уникальную штуку. Все уроки есть еще и в аудиоформате. В аудиоформате есть уроки, и вы сможете очень удобно пересылать их своим друзьям, знакомым. Участвуйте не только в изучении Торы, но и в обучении Торы. То есть вы можете стать партнером для любого урока, и все, кто посмотрит этот урок, дальше, если они начинают что-то делать, ваша есть в этом заслуга. Вы как вот этот свет передаете, зажигаете, да, то, что, в принципе, ради чего мы сделали портал vaikra и возвал. Всевышний вызывает каждому из нас, и надо и услышать голос, и другим передать, да, шалом-шалом всем. Все. Значит, мы сейчас дошли до следующей ситуации. Следующая ситуация, значит, объясняет нам Зелик, Раф Зелик Плистин от имени Хофицхайма, говорит нам так. Вот кто-то вам отказал в услуге. Вот я вам сейчас прошу, отправьте урок своим друзьям, знакомым этим, чтобы они тоже знали. А Рабина Ева, например, она пишет, а я не отправлю. Все, отказала в услуге. Я попросила, она говорит, нет, не отправлю. Сама послушаю, никому не отправлю. Что делать в такой ситуации? Значит, говорит нам Раф Зелик Плистин. Вот, например, знакомый ваш Реувен отказался вам помочь. Отказался. И когда вы кому-то об этом начинаете рассказывать, то вы делаете еще более серьезное нарушение, чем он, представляете? Даже если вами двигает нежелание ему отомстить, да, а просто... Значит, вот, я его попросил мне помочь, этому Реувену, а он не поможет, не помог. Все, значит, это нарушение, нельзя об этом рассказывать, представляете? Теперь давайте посмотрим, приводит он разные ситуации. Подумаем вместе, у тебя сегодня так подумал, а как бы я, ну, как надо поступать? То есть, как не надо, понятно, а как надо? Ведь жизнь-то, она устроена из разных-разных ситуаций, в которых каждый человек абсолютно, без исключения, он пытается реализовать свое видение мира, вот как он хочет, чтобы было. Все люди такие, каждый хочет, чтобы было по его, да, и общение с людьми, оно все вокруг того, чтобы вот, сделайте так, как я хочу, и все. Вот представьте ситуацию, Моша не любит одалживать книги, Моша не любит одалживать людям в своей книге, и он всем отказывает, если эти люди, у них прям библиотека, и они говорят, все, я читаю, никому не дам. Значит, ну, во-первых, те люди, которые отказывают, не делятся с другими людьми своими книгами, например, да, они лишают себя возможности выполнить заповедь Торы, делать добрые дела, во-первых, а во-вторых, если вы делитесь книгами Торы, да, книгами, в которых есть божественная мудрость, то, когда человек изучает Тору по этим книгам, у вас есть в этом, в этом, как сказать, часть в этой заповеди. Теперь, значит, к этому Моша обращается человек по имени Иуда и говорит, дай мне книгу Хафетскаема, вот ту, что мы сейчас изучаем, дай мне ее почитать. Моша ему отказывает, он ему говорит, нет, Иуда, не дам я тебе эту книгу. Иуда, значит, если он об этом расскажет, если он об этом расскажет, так понятно, что он книгу Хафетскаема не читал, он нарушил. То есть, он не имеет права рассказывать никому о том, что ему Моша не дал книги. И что здесь самое удивительное, знаете, что, да, доброе утро, Раиса Васильевна, что он, когда Моша к нему придет попросить книгу, он книгу ему должен дать, представляете? То есть, он должен забыть о отказе Моши, что Моша ему не дал. Представляете, какой это уровень, да? Какой это уровень, что Тора от нас требует в отношениях. Значит, если мне кто-то отказал в услуге, я обижаться не должен. Если он ко мне приходит за услугой, я должен ему ее оказать. Как это? Ну, как это вообще работает? Это очень мало людей, я думаю, могут так сделать, да? Большинство поступит так, как делать нельзя. А как делать нельзя, это рассказать всем, что Моша такой неблагодарный, скупой, вывезти его на чистую воду и так далее. Непонятно. А люди имеют привычку не возвращать книги и так далее. Но здесь, смотрите, здесь это, то, что мы сегодня изучаем, это совет не Моши давать книге. Здесь про это не написано, что надо всем раздавать свои книги. Написано, что если вам не дали книгу, которую вы попросили, или кто-то не выполнил вашу просьбу, на него не обижаться и никому об этом не рассказывать. Вот это сложно. Давайте посмотрим, два варианта. Или он рассказал всем, или не рассказал. Давайте так, Иуда рассказал всем, что Моши жадный. Моши жадный книжки не дает. Чем это ему поможет, Иуде? Ничем не поможет, да? То есть, Моши книжки не дает. Спросите у Моши, он себя жадным считает? Он скажет, нет, меня так научили. Мне сказали родители, бабушка моя так делала. Бабушка моя так делала, книги никому не давать. Папа мой так делал, мама моя так делала, и я так делаю. Я не жадный, но книжки это другое. Так себя объяснит, например, Моши. Теперь Иуда, если он расскажет всем, что Моша ему не дал книжки, что он выиграет от этого, да? Если его назовет, повесит на него ярмо. Жадный и неблагодарный. И неотзывчивый. Что он выиграет? Он ничего не выиграет. Потому что, возможно, Моша-то, кроме книг, он в остальном, во всем, он совершенно не жадный. Правильно? Получается. Но что он проиграет, Иуда? Он проиграет то, что, если Моша об этом передадут, а люди, скорее всего, передадут, скажут, да, смотри, Иуда, как к тебе относятся. Вот так вот он про тебя сказал. То будет конфликт, скандал и обида. Правильно? Значит, по Торе нельзя рассказать. Не дал, не дал, все. То есть, ты решаешь, что тебе с ним делать. Но мало этого, Тора нам говорит, отпусти эту ситуацию. Вообще отпусти. Ну, не дал он тебе книжку. Все. Пришел он тебе дальше за чем-то другим. Дай ему. То есть, Тора нас обучает и призывает в отношениях не быть реактивным. Не быть реактивным, то есть, не быть человеком ведомым разными-разными ситуациями, а быть каким? Проактивным. То есть, если ты для себя решил, что я человек, который помогает ближним, точка. Я человек, который веселый, радостный, счастливый, точка. Я человек, который не говорит лошонара, злоязычья сплетни и не думает на эту тему. Все. Это называется быть проактивным. То есть, я такой, какой я есть. И, знаете, я очень хорошо запомнил, как Иуда Аврех, такой есть очень хороший парень, он спрашивал о Равицках Азильбера. Он его спрашивал, говорит, скажите, пожалуйста, вот поговорьте русские, они имеют, какой они имеют смысл? И Равзильбер ему привел три примера. Итак, значит, продолжаем, продолжаем. Первую часть мы выучили. То есть, нельзя никому рассказывать, если кто-то для вас не сделал то, что вы ожидали. То нельзя об этом никому рассказать. И даже на него обижаться нельзя. Это высший уровень. Высший уровень, но рассказать по-любому нельзя. То есть, есть в каждой заповеди, как мы знаем, да, есть в каждой заповеди несколько вариантов ее выполнения. Есть вариант выполнения, ну, как Бедеевы, выполнил, выполнил. То есть, есть не выполнил, есть выполнил. Вот сама нижняя граница. Есть изначально выполнил, это как круто выполнил. Есть третий вариант, это выполнил Лемиадрин, это красиво выполнил, знаете, прям салютом, и вот если вы пришли к кому-то, и он вам что-то не дал, не оказал услугу, не помог, то в этот момент, если вы на него, если вы про него расскажете, то вы нарушите, если вы начнете сплетни про него говорить. Если вы не начнете про него говорить, но обидитесь на него, и вы ему не дадите потом то, что он вас попросит, то вы нарушите запрет не мстить, но не нарушите запрет лошонара, злая зыча, а вот если вы и не расскажете, и не обидитесь, и ему еще дадите, еще в сердце не порадуетесь, что я круче, чем он, вот это будет выше уровень. Потому что обычно, ну вот я думаю, что человек, который бы после этого дал бы этому мошу свою книжку, он бы сказал бы, ну конечно я крутой, я вообще такой цадик, такой я праведник, вообще молодец. Я думаю, что можно себя похвалить, в принципе, потому что, ну, надо радоваться, когда ты выполняешь заповеди Всевышнего, особенно в сложной ситуации, это большая радость, когда ты смог преодолеть себя. Есть такой закон, я всегда радуюсь, когда сумел сдержаться, есть такой закон, в Талмуде он сформулирован, значит, а мавир аль мидатав, мавирим льо аль коль пашав, тот, кто умеет переступить через свои плохие качества характера, через гневливость, через раздражительность, через вот эту грусть, уныние, депрессию, и сумел преодолеть себя и выйти на уровень радости, веселья, благодарности, служения Всевышнему, и он не обижается на других людей, то есть он понимает, насколько человек иногда может упасть, споткнуться и так далее, так тому прощают все его грехи, то есть когда ты, мера, что человек меряет, меряет ему, когда ты к другим людям такой мягкий и снисходительный, так же Всевышний к тебе мягкий и снисходительный. Это очень важно, что каждый человек создает ту жизнь, в которой он потом живет, то есть он создает ее своими оценками, своими поступками, своими мыслями. Теперь дальше, все, мы переходим к заповедям, значит, мы продолжаем изучать пятнадцатую заповедь повелевающую, это заповедь написать свиток Торы свой, каждый мужчина еврей обязан, Всевышний его обязал, да, то есть это митцва-заповедь, написать свой личный индивидуальный свиток Торы, по которому он может учить Тору. Раньше кто-то мог это сделать, да, то есть это, наверное, занимало годы, когда пергамент такой, там на этом пергаменте специальным таким перышком пишут эти буквы такие, да, каждая буква имеет короночки такие, там целая история, как пишется свиток Торы. Я вот, например, сейчас в гугле наберу и приложу к статье, статью из Википедии, которая называется свиток Торы, там показано, рассказано, вот здесь статья из Википедии, значит, что такое свиток Торы, и будет на сайте, на сайте 5 сфер, ой, на сайте Ваикра будет, будет вот это как раз статья из Википедии, свиток Торы, все. Значит, очень интересно посмотреть, как он выглядит, как его пишут. Значит, раньше должен был каждый сам себе написать, раньше это 3300 лет назад. Потом появились люди, появилось разделение труда, этот пашет, этот сеет, а вот этот вот, например, а вот этот вот, например, пишет свитки Торы, и они все друг другу помогают, все они друг другу помогают, то есть, так люди начали меняться своими, своими плодами труда. Вот опять восстановилась, да? Например, она зарабатывает игрой на музыкальных инструментах, да? Марина Скрипник, к примеру, или теперь любой человек может Марине сказать, Марина, давай я буду твоим спонсором, да? Давай я буду тебе оплачивать стипендию, оплачивать я тебе буду стипендию, и, значит, но потом, когда ты станешь известной музыканткой, везде будет писаться, что я был твоим спонсором, значит, Марина, и я с вами вам помогал. То есть, он может стать партнером Марины, и он может Марину как усилить своими там поддержкой, деньгами, может писать везде комментарии там от, как ее восхищенный поклонник, всем про нее рассказывать. То есть, получается, что можно стать партнером в любом деле практически. И точно так же, когда кто-то пишет свиток Торы, можно дать ему деньги, какую-то сумму, и сказать, вот смотрите, ты там год пишешь, год твоей работы стоит там 25 тысяч долларов, значит, я хочу купить день твоей работы, день твоей работы это разделить там на 365 дней твой год, я день твоей работы покупаю. Согласен, согласен, все, купил день, у тебя уже есть в этом свитке часть, потому что без этого дня свиток не законченный. Получается очень простая такая логика, что так как каждый день важен у человека, этот свиток не был бы написан, поэтому каждый, как будто бы он закончил этот свиток Торы. Сегодня что-то связь плохая, поэтому сегодня мы прощаемся. Надеюсь, что все-таки вы что-то полезное узнали. Заходите на сайт твоей кроком, и смотрите уроки, подписывайтесь на телеграм-канал наш, и мы будем уроки вам высылать. Все, всем удачи, успехов, до завтра. До завтра.